Друзья, всем привет! Сегодня очень важная тема. В последнее время все чаще появляются новости о конфликтах с людьми с аутизмом, особенно то, что касается детей. Вы знаешь, мы не люди. Там люди, а мы не люди. Мы видели историю, когда женщина пыталась прогнать гуляющих детей с детской площадки, потому что считала, что они что-то там угрожают, и они представляют какую-то опасность. Детей уводите отсюда. Больные дети должны... На каких основаниях? Больные дети должны... Они пугают наших детей. То конфликт в метро, когда там семья накинулась тоже на ребенка, и там чуть ли не драка произошла. Это только несколько историй, которые дошли до СМИ и получили широкое распространение. На самом деле, даже в новостях таких историй много. В жизни их действительно прямо много-много и много. И происходит это от того, что люди не понимают, что такое аутизм. Когда мы слышим слово аутизм, многие скажут, что это болезнь. Хотя это не совсем верно. Сейчас аутизм принято называть расстройством аутистического спектра или рас. А расстройство неспроста называют именно расстройством, а не заболеванием. Конкретно аутистическое расстройство считается расстройством психического развития. Если коротко, это некоторое отклонение от нормы психического развития. Как правило, оно вызывает проблемы в общении и взаимодействии с другими людьми. Также у людей с рас могут быть проблемы со стандартным проявлением эмоций и эмпатий. Нередко расстройства сопровождаются умственной отсталостью. Но бывают и высокофункциональные люди с таким диагнозом. Расстройства аутистического спектра довольно распространены. По разным данным, им подвержены от 0,6% до 2% населения Земли. Да-да, аутизм может быть у каждого 50-го человека, просто у взрослых его диагностируют крайне редко. И взрослые люди продолжают жить даже не подозревая, что у них такие проблемы, и даже не понимая причин, трудности, с которыми они сталкиваются. Многие боятся аутизма. А слово аутист даже используется как оскорбление, что вообще совсем отвратительно и неправильно. Все это происходит от незнания и непонимания, что это расстройство, чем оно вызвано, и чем люди сразу отличаются от всех остальных. Собственно, сегодня я хотел бы с вами поговорить, что такое аутизм, нужно ли бояться людей с аутизмом, как с этим жить, что делать, как на все это нужно правильно реагировать. И надеюсь, этот ролик сделает мир немножечко лучше. А пока не забудьте поставить лайк и написать комментарий, чтобы не дать социально важной теме утонуть из-за метрик Ютуба. Диагностировали буквально чуть меньше, чем полгода назад. Причем сначала мой друг помог мне записаться к психотерапевту в хорошую клинику. И там я уже на приеме попросил дифференцировать диагноз, который мне поставили. Это генерализованное тревожное расстройство с РАС. Мне предложили записаться к их специалисту по детскому аутизму. То есть это детский психиатр. Потому как взрослого аутизма у нас все еще в России нет. Да, и после общения с доктором он поставил мне расстройство аутического спектра. То есть аутизм, синдром Асбергера. Я был к этому готов. И для меня это было тоже как встреча с собой. Понимание того, что мои проблемы, они не надуманные и не касаются депрессии, апатии или тревожности в первую очередь. А что это моя особенность развития, что я могу с этим жить и развиваться. Просто нужно создать правильное окружение, которое не будет травмировать, будет поддерживать. И подобрать терапию в целом. Как ты думаешь, как бы ты описал, что такое аутизм? Как ты думаешь? Это помощь людям нужна. А какая, например? Чтобы человеку было легче общаться. А еще что может быть вспомнишь? Чтобы людям было легче общаться просто. Как я уже сказал, аутизм это не болезнь, а расстройство развития. У болезни есть начало и конец, а с расстройством рождаются и живут всю жизнь. Вылечить его невозможно. Ну, на сегодняшний момент, по крайней мере. Единой причины появления рас ученые тоже не обнаружили. Вместо этого говорят лишь о факторах, которые повышают риск рождения ребенка с аутистическим расстройством. Аутизм может быть как наследственным, так и нет. С наследственным все более-менее понятно. Он передается ребенку с генами. Среди ненаследственных факторов, которые способствуют рас, есть и загрязнение окружающей среды, и высокий возраст родителей, и заболевания матери во время беременности. При этом механизмы возникновения рас, как и его предотвращение, до сих пор не изучены. А что изучено, так это связь аутизма с вакцинами. Так вот, никакой связи не существует. Прививки никак не повышают риск развития аутизма у ребенка. Запомните это и напишите своим знакомым антиваксерам. Потому что, к моему огромному сожалению, различные дремучие люди, плохо образованные, которые не умеют работать со статистикой, с исследованиями и так далее, с нормальными источниками, которым можно доверять, они распространяют всякую чушь, что якобы от вакцин рождаются дети с аутизмом и так далее. То есть это полнейший вообще бред, который не имеет к реальности никакого отношения. Пожалуйста, не верьте вот в эту фигню. Было проведено массовое исследование, и ни одно нормальное исследование не показало еще никакой связи между вакцинацией и рождением детей с аутизмом. На человека расстройства аутистического спектра влияют по-разному. Например, при синдроме Аспергера речевые и мыслительные способности сохраняются. А вот при более сильных расстройствах, особенно в сопровождении умственной отсталости, человек сразу, по сути, не способен жить самостоятельно. Есть проблема, когда попадаются люди на встречу, я стараюсь не пересечься взглядом, и, наверное, это выглядит как-то странно и неловко. Потому что, ну, я прям, я думаю, заметно, что я так отвожу взгляд сразу от человека. В вагонах, да, я стараюсь не садиться, чтобы не приходилось вступать место, чтобы не возникало этой социальной ситуации. Встаю где-нибудь упорочней в уголок, никого не трогаю и хочу, чтобы никто меня не трогал. Трудно в таких, казалось бы, элементарных социальных ситуациях, как продавец в магазине на кассе. Это вызывает такую заметную тревожность, особенно если тебе там нужно совершить какое-нибудь такое вот заведомо для меня постыдное действие, типа попросить бутылку алкоголя с кассы. Потому что, ну как, спросят паспорт, как-нибудь на меня посмотрят. Все это очень, я к этому чувствителен. Мне сложно, да, общаться по телефону, принимать звонки. Я стараюсь все переводить в тексты общения. Например, чтобы совершить звонок, например, записаться в перехмахерскую, сначала полчаса, или час, или полтора могу прокручивать, планировать время, когда я буду совершать звонок, и прокручивать, репетировать игровую фразу, которую я должен произнести, когда поднимут трубку. Если что-то пойдет не так в этом диалоге, не по тому, как я его запланировал изначально, я могу там сбиваться, задумываться долго, или там речь будет сбивчивая у меня от волнения, потому что в этот момент возникнет тревожность. Основными проблемами людей с расстройством атистического спектра являются трудности в социальной коммуникации, трудности в выстраивании и поддержании взаимоотношений, трудности в невербальной коммуникации, то есть в умении использовать жесты, позы, выражения лица для контакта, для взаимодействия, и трудности с отношениями в целом, с тем, чтобы вписываться в различные социальные контексты, ситуации, с тем, чтобы поддерживать дружеские отношения и так далее. Грубо говоря, главной сложностью является дефицит социальных навыков, умение эффективно взаимодействовать с другими людьми. Этот дефицит мы обычно видим с детства, и он сохраняется в какой-то степени, иногда в маленькой, иногда в большой, на протяжении всей жизни. Включение человека с аутизмом в общество – это тоже некоторые технологии. Во-первых, нам надо, опять же, понимать, с чем мы имеем дело, что это не болезнь, это не какая-то там жизнеугрожающая ситуация, что это не что-то опасное для других людей, это именно трудности в развитии. И социализация включения начинается с разъяснения. Второе вещь нам, конечно, вот этого человека с аутизмом, ребенка, подростка или взрослого, нужно немножко подготовить. Особенно, если мы видим то, что его развитие отстает, если ему прям явно трудно, не умеет выражать свои желания, не умеет договариваться, не умеет терпеть стресс, не умеет терпеть… его надо научить. И вот эта социализация очень часто начинается с того, что человеку с аутизмом надо подготовить, надо дать ему какие-то основные навыки. Ну и, в-третьих, это, конечно, работа с этой же самой средой. Есть некоторые вещи, которые мы можем делать, даже если человек с аутизмом хорошо развит, есть что-то, что мы можем делать для того, чтобы он был попроще. Например, мы можем пытаться говорить с ним яснее и прямее, избегать сарказма, метафоры и так далее. Мы можем предупреждать об изменениях наших планов, можем заранее готовить, когда что-то идет не так, проговаривать с ним ситуации, не знаю, может даже визуально их как-то изображать, чтобы было проще. И вот такие технологии социализации, подготовка, обучение и изменение среды, они позволят включаться. Если вы уже скупили весь мой мерш и все еще не знаете, что подарить друзьям и коллегам, можете подарить чай. Конечно же я имею в виду не заварочные пакетики с химическими ароматизаторами, а натуральный и не банальный чай-конструктор, который можно собрать самому. Puzzle Tea создала вот такие наборы. Здесь есть два больших тумуса с листовым чаем, черным и зеленым, а в маленьких тумусах натуральные добавки. Это могут быть малина, жасмин, можжевельник, цедра лимона и другие добавки. Состав и размер набора вы выбираете сами. Еще тут есть вот такой дозатор, с его помощью можно смешивать ингредиенты и засыпать в удобный фильтр пакет. Заливаем кипятком. Все, я только что создал свой собственный чай. Кстати, обратите внимание, коробка забрендирована специально для меня. Вы можете заказать упаковку со своим логотипом и подарить набор коллегам или партнерам по бизнесу. Если сейчас нет особого повода, можете записать в список подарков ко дню рождения или к Новому году. Наборы Puzzle Tea есть разных размеров. У меня самый большой, Макси. А есть, например, вот такие мини. Здесь один чай-основа и две добавки. Наборы можно купить на маркетплейсах Озон, Wildberries, Яндекс.Маркет, а также на сайте компании Puzzle Tea.ru. Ссылку на сайты и соцсети оставлю в описании к видео, а промокод Варламов подарит вам скидку 10%. Помимо самого расстройства, жизнь людей с аутизмом сильно осложняет отношения окружающих. По мнению Всемирной Организации Здравоохранения, люди сразу в большей степени подвергаются риску насилия, чем все остальные, а их права в сфере медицины и образования несправедливо ущемляются. Невежество общества приводит к тому, что людей с аутизмом шугаются. Их не хотят брать учиться в обычные школы, университеты, считают неспособными к работе. Это называется стигматизация. На человека с аутизмом как будто ставить клеймо, и не хотят видеть его в обществе так называемых нормальных людей. Понятно, что так делают не все. Я надеюсь, среди моих зрителей так точно никто не поступает. Но в целом в обществе эта проблема сохраняется. Вызвана она в первую очередь незнанием. Согласно недавнему опросу в ЦИОМ, всего 15% людей хорошо разбираются в теме аутизма. Неудивительно, что 63% россиян считают, что родители не готовы видеть ребенка с раз в одном классе со своими детьми. А 46% не видят места для детей с раз даже на одной игровой площадке с остальными. Зато место для мифов в головах у россиян всегда есть. Например, 9% заявили, что аутизм возникает из-за неправильного воспитания. А 24% считают, что расстройством чаще страдают дети из неблагополучных семей. Ну, я уже не говорю про все эти мифы про вакцинацию, которые сейчас активно распространяются. Давайте еще раз объясню на пальцах. Первое. Аутизм — это не болезнь. Второе. Им нельзя заразиться. Третье. В абсолютном большинстве случаев человек с раз для окружающих ничем не опасен. Скорее, это окружающие опасны для него, а сам человек с раз может быть вполне успешным учеником и работником. Мы находимся в офисе компании «Совтмашина». В нее я устроился буквально четыре дня назад. Мне здесь больше нравится, чем на прошлой работе, потому что отличный коллектив. Суть работы мне нравится. Я тестировщик. Да, я сейчас прохожу обучение. Мне помогает наш лид тестеров. Он тоже классный парень. Дима во всем помогает. Все подробно объясняет. Я прям очень рад. Да, у меня были проблемы и в школе. В первую очередь из-за буллинга. Я был в классе и в своей первой школе, и после того, как я ушел в седьмом классе, в восьмом классе другой школы. Я был такой вот мальчик любитья. Буллинг, травля. Вот это все было. Общался я только с примерно такими же, как я. То же самое возникало с успеваемостью. То есть, если я там прогулял один день из-за чувства вины, для меня еще сложнее прийти на следующий день. Потому что, как на меня посмотрят одноклассники, что мне скажут учителя. Был даже такой момент со стыдом, когда я как-то слишком развалился на стуле. Сполз с него. И мне сделали замечание в стиле «Сергей, сядь нормально». И меня просто прошибло током просто. Мне сделали замечание, а это сразу посреди класса стыд. Даже вот из такой, как бы, казалось бы, ерунды. Дальше я пошел в колледж при институте в девятом классе. И там уже были более серьезные проблемы, потому что это период осознания себя. Это 14-15 лет. И проблемы, которые такие общежизненные, экзистенциальные. Вроде того, кем я хочу быть, как я буду жить дальше, в чем цель жизни. Они привели к тому, что я начал прогуливать. Просто ходя по улице с наушниками в ушах. И вернуться тоже было из этого сложно. Здесь знают о том, что у меня диагноз «РАЗ». При этом это никак вообще не влияет. Об этом знают для того, чтобы понимать, что я могу в каких-то ситуациях вести себя странно по отношению к норме. Но при этом это не будет восприниматься в штыки. Это будет вот как такая данность. И нужно просто найти компромисс в общении. В целом, чтобы сделать инклюзию людей сразу в обычные сферы деятельности, во-первых, нужно быть просто добрыми людьми. И сходить из того, что человек, с которым ты общаешься, он в целом нормальный, правильный, добрый. И с ним приятно, что он не думает о тебе ничего плохого, что он не злой. И поддерживать в те моменты, когда у человека возникают сложности. То есть, если человек не идет на контакт, его не нужно бросать совсем. То есть, типа, не хочешь общаться, не будем с тобой общаться. Нужно попытаться как-то аккуратно заводить общение в максимально удобных формах. Опять же, если удобно текстом, общайтесь с этим человеком текстом. Не нужно его запихивать насильно в ту структуру, к которой вы привыкли. Всегда нужно быть гибкими. В этом рабочем месте мастера. Правда, мастер в животе свинут. Это его рабочее место. Мастер один исполняется. А бывает такое, что вот вы все здесь находитесь? Да. То есть, когда все компьютеры заняты? Бывает. Угу. Здесь очень тесно. Да, вот здесь и размечали автомобильные номера. Вот. Вот два друга. Помогаете. Это у нас Zoom. Вот это разметка этих номеров. Это твоя первая работа? Ну, я еще в книжном магазине работал на летение. А ты еще, говорил, в манеже работал вроде. И в манеже. А в книжном ты что делал в магазине? Книги протирал от пыли и расставлял. Да. Долго ты там работал? Да нет. Магазин потом в мае закрыли. Можно научиться программировать. Да? Ты бы хотел? Что бы ты хотел программировать? Только ребята закончили курсы. А, ты бы хотел учиться еще программированию? Ну да. По данным Министерства здравоохранения в России, за несколько лет число людей с установленным расстройством аутистического спектра выросло более чем вдвое. За один только 2018 год было зарегистрировано более 30 тысяч человек с этим расстройством. Хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Это хорошо, потому что растет не число людей с раз, а число поставленных диагнозов. Раньше на такие расстройства проверялись редко, и многие люди страдали всю жизнь, не понимая, в чем же причина их проблем. Особенно это касается взрослых. Если детей сейчас худо-бедно проверяют, то у тех, кто вырос в Советском Союзе или в 90-е, раз чаще всего и остается неустановленным. Неспособность к сочувствию, проблемы с речью, зацикленность на каких-то словах, боясь зрительного контакта. Во всех этих проблемах зачастую люди винят себя, думают, что с ними что-то не так или они какие-то не такие. Люди считают, что нужно работать над собой и так далее. Но причиной подобного вполне может быть аутистическое расстройство. Распознать его очень важно, чтобы облегчить жизнь и себе, и кому-то из своих близких. Мы не умеем вылечивать аутизм, но лечить его, изменять поведение, помогать людям развивать социальные навыки мы очень хорошо умеем. И когда мы понимаем, что мы имеем дело с нарушением развития, которое называется аутизм, мы можем об этом сказать и можем рассказать. Мы практикуем, например, поведенческий подход, поведенческую терапию. Есть способы обучать, основанные на прикладном поведенческом анализе, которые очень эффективны. Диагноз снимает массу разных неприятных чувств, которые возникают у родителей. Они думают, ну, наверное, со мной что-то не в порядке в моральном смысле. Просто я, наверное, плохой. Вот. Я видел мужчину, который наклеил на себя и ходил, так немножко смущаясь, отчасти гордым. Говорил, я бьюзер. Когда стал его спрашивать, что вы имеете в виду под этим, он говорит, я не очень переживаю, когда переживает моя подруга. Я говорю, что вы имеете в виду? Говорит, я не очень замечаю. А она мне говорит, ты что, не видишь, что мне плохо? Вот. Говорит, а я не замечал этого. Вот. И когда он понял то, что здесь действительно скорее аутистическая симптоматика, не то, что он выбирал, он от этого, ну, очевидно, негативного ярлака смог отказаться в пользу понимания дефицитов. Он стал понимать, я плохо разбираюсь в эмоциях других людей. Я плохо понимаю настроение других людей. Но он стал с этим работать. Опять же, ясность появляется. Ясность дефицита, с которым ты столкнулся, ясность проблемы. Ребенок, ты понимаешь, что социальная коммуникация, вот, в широком смысле слова, не твоя сильная сторона. Если ты ребенок, это понимает твои родители, начинают работать с социальной коммуникацией. Не с интеллектуальным развитием у человека с аутизмом, надо в первую очередь работать. Не там с его моторикой, а с умением выражать себя, доносить других людей какие-то свои переживания. Вот. И когда это есть, тогда можно действовать. Ты понимаешь, что ты имеешь дело не с какой-то общей абстрактной проблемой того, что плохо себя ведет человек, а с нарушением социального взаимодействия, социальной коммуникации. Это хорошо помогает. Если вы сами или кто-то из ваших близких страдаете от аутистического расстройства, вам важно его обнаружить. Самостоятельно провести диагностику невозможно, нужно идти к специалисту. Но есть симптомы, которые должны заставить вас насторожиться. С детьми ситуация попроще, и здесь врачи советуют обращать внимание на то, что ребенок реагирует на свое имя, начинает говорить к двум годам, умеет играть и смотрит в глаза. Если с чем-то из этого есть проблемы, лучше обратиться к специалисту. Со взрослыми все сложнее. Если раз не ярко выражен, человек вполне может сохранить функциональность. Он будет общаться, ходить на работу, вести себя как остальные, но страдать из-за непонятных ему самому проблем. И тут требуется более сложная диагностика. Есть критерии диагностики. Американская классификация DSM-5 предлагает очень качественные, хорошие критерии. Эти симптомы, симптомы аутизма, она делит на две группы. Во-первых, нарушение социальной коммуникации. Во-вторых, ограниченность, стереотипность, однообразие деятельности. Эти критерии доступны, их легко найти, скачать. И каждый из групп симптомов имеет вот расшифровку. Ну, например, что такое нарушение социальной коммуникации? Это проблемы социально-эмоциональной взаимности, раз. А проблемы невербальной коммуникации, два. И проблемы выстраивания взаимоотношений, три. Там даны, в общем, ясные-ясные примеры того, как это может выглядеть. То же самое касается вот этой своеобразной стереотипной повторяющейся деятельности. И вот аутизм мы диагностируем, когда видим все это вместе. Нарушение социальной коммуникации, то есть взаимность, невербальная коммуникация, взаимоотношения. Стереотипную деятельность, то есть повторяющуюся деятельность, приверженность к неизменным ритуалам, какая-то необычная реакция на сенсорные сигналы. И видим это с детства. Мы можем это увидеть и в 15, и в 20, и в 30 лет. Но первые симптомы должны проявиться в детском возрасте. Это расстройство, которое проявляется вначале у детей, но сохраняется на протяжении всей жизни. Вот, собственно, клиническая картина аутизма. Вот как мы его диагностируем. Если ты видишь сына детей, ребенка детей, дочки детей, есть смысл рассказать, обратить на это внимание. Да, это неприятный разговор, это сложный разговор. И некоторые родители говорят то, что даже на какой-то момент они переставали общаться с теми людьми, которые указывали им на проблему детей. Ну, настолько это болезненная тема. Но иногда можно там такую фразу сказать, что, знаешь, мне кажется, что как-то не очень обычно развивается ребенок. Хочешь ли я тебе расскажу чуть подробнее про это, что я замечаю? И в такой ситуации надо рекомендовать обращаться к врачам-диагностам. У нас в России этим психиатры занимаются, детские психиатры. Вот, если речь идет про старшего человека, про взрослого человека, про человека, который осознанно, и с ним уже можно напрямую, там, буквально иногда приносит вот эти распечатки критериев и говорит, смотри, а тебе не кажется, что это что-то, что... Говоришь, что действительно вот эти вещи, социальные навыки тебе не очень хорошо даются, и, может быть, это на тебя похожая история. В такой ситуации советуют обращаться к диагностам тоже. Есть психологи-диагносты, которые могут этим заниматься. Есть тест для самодиагностики. Это не супернадежный инструмент, но эти тесты для самодиагностики позволяют как бы потихонечку начать разбираться, начать разделять, там, скажем, симптомы аутизма от симптома тревоги или депрессии, которые иногда похожи, особенно у взрослых людей. Трудности общения бывают не только при аутизме. Трудности в развитии бывают не только при аутизме. Задача психиатра отличить, скажем, мы имеем дело с расстройством аутистического спектра, может быть, мы имеем дело с патологией характера, может быть, мы имеем дело с умственной отсталостью, ну или с чем-то еще. Чтобы не травмировать близкого человека с аутистическим расстройством, с ним нужно правильно общаться. Есть разные методики взаимодействия с людьми с рас. Одна из самых распространенных — Teach. Эта методика обучения уделяет особое внимание окружающей среде, которая помогает развивать независимость человека с раз. Есть еще развивающий подход Sunrise. Есть поведенческий подход и множество его вариаций. Вообще методов работы и жизни с людьми с расстройствами аутистического спектра много. Это эмоционально-смысловой подход и ежедневная жизненная терапия, и сенсорная интеграция. Главное — не заниматься самостоятельным лечением и обратиться к специалистам. Основным способом помощи людям с расстройством аутистического спектра является обучение. Людям с аутизмом часто важно подсказать, показать, как надо устраивать контакты, как надо себя выражать, как надо организовывать свое время и много-много разных вещей. В этом смысле, конечно, очень сильно отличаются мишени в этом обучении в зависимости от возраста. Понятно, что, скажем, ребенка, например, двух-трех-четырех лет мы будем учить в первую очередь выражать в себя свои желания, играть с другими ребятами, терпеть, каким-то образом вписываться в группы. Более старшего человека, вероятно, в большинстве случаев учить разговаривать не нужно будет. Он будет достаточно хорошо развит и будет хорошо выражать свои желания. Может быть, его надо будет учить, предположим, ходить на свидания или помогать ему разбираться в том, как предъявлять на себя на собеседованиях или чему-то похожему. То есть, во-первых, отличаются те подходы, те мишени, те задачи, которым учат. Во-вторых, конечно, могут отличаться инструменты обучения. Если детей учат через игру, если детей учат через активное увлечение в какой-то интересный игровой контакт, то понятно, что со взрослым это может быть беседа, это может быть видеомоделирование, ну, такой, скорее, интеллектуальный разбор каких-то разных ситуаций. В первую очередь, мишени — это обучение самостоятельности, независимости, это способность решать какие-то повседневные задачи, примерно так же, как решают эти задачи хорошо развитые сверстники, ну, обычно развивающиеся сверстники. То есть, опять же, если мы говорим про ребенка, важно научить ребенка выражать свои желания понятным образом, учить его договариваться, быть понятным другим людям, регулировать свое поведение так, чтобы не возникало каких-то сложных ситуаций, там, при смене деятельности и так далее. Вот. А если плюс про взрослый, то, например, такая же история, только задача на самостоятельность более сложная. Ну, вот, там, планировать свой бюджет, дружить, там, высечать разные места работы, занимать себя, занимать свой досуг каким-то приемным образом и так далее, и так далее. Поэтому общей идеей мы, конечно, стараемся учить вот такой в хорошем смысле жизненной самостоятельности, так называемым адаптивным умением, тем умением, которое позволяет в жизни не потеряться. Когда человек развивается, он же воспринимает себя как норму. Он не знает ничего, никакой нормы, пока он с ней не столкнулся. Вот, пока он не введен в социум, для него его мир ощущения, его поведение, оно нормальное. Когда человек сталкивается с каким-то социумом, у него возникает такой вот диссонанс. Ну, человек с рас, да, который заточен не под нейротипичное сообщество. Для него становится странным, как люди могут с такой легкостью, там, здороваться весело, обниматься при знакомстве. Для меня это тоже вот очень сложное объятие. Я в них не могу. Это все так странно. То есть, как вы на такое соглашаетесь, так легко. Сейчас вот для меня идеальный день – это проснуться в полдесятого утра, сделать себе чай, открыть ноутбук и начать работать прямо из дома, удаленно, с известным планом на день. И в завершение дня также закрыть ноутбук и заняться чем-нибудь приятным. Готовить еду, играть в компьютерные игры, мои любимые. Или там заняться каким-нибудь мини-спортом дома. При этом можно ходить погулять одному или там с другом. И тоже это приятно, если опять же тебя не трогают прохожие. Аутизм – это не болезнь и не клеймо. Это особый способ работы головного мозга, при котором человеку тяжелее вписаться в общество и взаимодействовать с остальными. Но именно общество должно ему помочь почувствовать себя комфортно. Я надеюсь, что больше узнав про расстройство аутистического спектра, вы поймете, как надо взаимодействовать с людьми, которые им страдают. Еще раз напомню, очень важно поставить лайк и оставить комментарий под этим видео, чтобы помочь его распространить. Ну и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Хочется верить, что в будущем в России люди будут понимать, что такое аутизм, не будут шугаться этих людей и у нас не будет таких совершенно позорных конфликтов, которые, к сожалению, возникают из-за незнания. Просто люди не понимают, что это такое, не знают, как на это правильно реагировать. Поэтому мы видим такое очень страшное, отвратительное поведение. Спасибо, что посмотрели. Скоро увидимся в новом видео. Субтитры подогнал «Симон»!